Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билышева. Всех на счетчик и снова новые нормы по расчету коммуналки. Кто за кого заплатит? Сыночек на продажу. За сколько молодая мать из Запорожья продавала своего двухлетнего малыша? Счастливый тендер. Как откусить кусок транспортного бюджета в Киевской области? Третий пошел. Еще одному участнику перестрелки в Днепре объявили о подозрении. Давида Побелера подозревают в умышленном убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Подозреваемый до сих пор находится в больнице. Я напомню, 24 июня он был ранен в ногу. Еще двое подозреваемых. Это Александр Лакиза и Станислав Ельчишев, которые тоже были ранее, находятся в СИЗО. И до сих пор неясен статус Давида Калашникова. Он также принимал участие в вооруженном конфликте. По словам полицейских, следователи не смогли его допросить по причине плохого состояния здоровья. На днях он отправился на лечение за границу. Напомню, 24 июля в Днепре неизвестные открыли огонь из автоматов по мужчинам, которые отдыхали на летней площадке ресторана. Те начали отстреливаться. В результате погибли двое участников АТО. В областной больнице Днепра продолжает лечение еще один раненый Эдмон Саакян. По предварительной версии полиции конфликт может быть связан с финансовыми разборками. На взятке погорел очередной прокурор, на этот раз в ведомстве Киевской области. Сотрудники генпрокуратуры и СБУ задержали его вместе с посредником. Прокурор требовал 5000 долларов и обещал положительно решить вопрос одного из обвиняемых. За что и взял от посредника предоплату. По словам генпрокурора Юрия Луценко, это уже 15-й прокурор, задержанный на взятке в этом году. Обыски в Запорожской мэрии с самого утра в кабинетах замов городского головы и самого градоначальника работали сотрудники службы безопасности. Что они искали и нашли ли, узнаем от Сергея Бордежа. Вместо запланированных рабочих совещаний, обыски в рабочих кабинетах сотрудники службы безопасности Украины провели весь день в Запорожской мэрии. Местных чиновников подозревают в связях с боевиками. Искали незаконные средства электронной передачи информации. В самой мэрии все это назвали провокацией. Обыски прошли в кабинетах трех замов, а также самого городского головы. С прессой силовики не общались и официально свои действия в СБУ не комментировали. Лишь подтвердили, да, работают. А вот в мэрии с журналистом ничего не скрывали. И все подозрения в связях с так называемыми ДНР и ЛНР опровергли. Протокол подписан, мне вручили, что ничего не обнаружено. И здесь сепаратистов нет. И я, как ответственное лицо, как городской голова, заявляю, что в Запорожье сепаратизм не пройдет никогда. Сегодняшние обыски и результаты так и не принесли. К концу рабочего дня сотрудники СБУ покинули здание мэрии. Правда, завтра придут снова. Силовики еще не успели осмотреть один из кабинетов. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканала Интер. Запорожье. Нет покоя сегодня в кабинетах Киевской обл. администрации. Там тоже ищут. В чем подозревают столичных чиновников, расскажет Богдан Вербицкий. Давайте же выясним, что случилось. Рабочий день для некоторых сотрудников Киевской обл. администрации начался с нервотропки. С самого утра следователи областной прокуратуры вместе с главком контрразведывательной защиты экономики СБУ проводили в кабинетах чиновников обыски. Какой кабинет? Следующий. Этот, предыдущий, следующий. Следующий тоже? Да. Не упало, по честному, особенно в кабинетах Шкупы. Вскоре на рабочем месте появляется один из фигурантов криминального производства. В чем его обвиняют, понятия не имеет. Но признается, обыски у него проводили не только на рабочем месте. Попередние были обыски у меня дома, поэтому я выбрал студент на обыски. И после этого я повернусь на работу. Не понимает, почему проводят обыски в кабинетах и начальник Прохоренко. Я таки могу узнать, что это период 15-16 лет. А вы не живете или не посадите? Я таки с квитного месяца призначен на труппу. Позже в прокуратуре Киевской области объяснили, с чем именно связаны оперативные мероприятия. По данным правоохранителей, чиновники наладили схему, по которой тендеры на междугородние автобусные маршруты выигрывали нужные компании. В 2015-2016 годах порушение умов законодательства выдавалось перевезникам лицензии на, естественно, перевезение на определенных направлениях маршрутов, с использованием коррупционных схем. В гражданской организации Стоп Коррупции говорят, такие схемы распространены по всей стране. И добавляют. Отсеть конкурента во время тендера достаточно просто. Вы просто меня не включаете в конкурс. Одним решением вашим. Вот и все. И получается, что на этом конкурсе я катал этот маршрут, я годами его обслуживал, я там не участвую. О результатах обысков правоохранители обещают сообщить на днях. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. В Прикарпатье задержан подозреваемый в попытке убийства бизнесмена Игоря Гербина по прозвищу «Червонец». Покушение произошло вчера днем в центре Ивана Франковска. Гербин садился в машину, когда к нему подошел злоумышленник и шесть раз выстрелил из пистолета. Личность преступника и его автомобиль полицейские идентифицировали благодаря камерам наблюдения. Михаила Дерещука по прозвищу «Дыра» задержали около десяти вечера. Примечательно, что имея три судимости, Дерещук два года назад баллотировался в депутаты Ворсовета от партии «Патриот». Мотивом вказанного злощину стало з'ясувание відносин, тобто помста. За несколько дней до этого между потерпелем и подозреваемым был конфликт, в ходе которого подозреваемый отримал телесные ушкоджения и таким чином вырешил з'ясуватый відносин и позбавлитый життя потерпелем. Тем временем уголовное производство против нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского благополучно закрыли. Есть постановление ГПУ. Напомню, речь идет о стрельбе под Киевом прошлой зимой. Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу. В Генпрокуратуре теперь пришли к выводу, что нардеп действовал, цитирую, в рамках необходимой обороны, которая исключает уголовную ответственность. В то же время действия второго участника этого конфликта, Химикуса, признали общественно опасными. В Днепре избили юриста Никиту Загричука, который расследовал махинации в Горсовете. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил местный депутат Дмитрий Погребов. Люди в масках напали на Никиту, его супругу, дома в присутствии маленького ребенка. Об этом пишет депутат. И, по его словам, у Загричука не было конфликтов, бизнес-конфликтов. Пострадавший якобы расследовал возможную коррупцию со стороны мэра и Горсовета, а также поддерживал людей, пострадавших от действий чиновников. Выйти из сумрака неожиданно. У государства появились дополнительные средства, которые пойдут на ремонт дорог и субсидий. Президент подписал изменения в госбюджет этого года. Доходная часть документа должна увеличиться. Доходы вырастут почти на 40 миллиардов. Профицит направят на субсидии, строительство и ремонт дорог, а также на финансирование сельской медицины. Для этого, в частности, предусмотрели 4 миллиарда гривен. По словам президента, увеличить поступление удалось благодаря детенизации экономики. И аж на целых 380 гривен с 1 октября в Украине вырастут пенсии. Повышение прононсировали в Минсоцполитике. Правда, с оговоркой, что произойдет это лишь после того, как парламентарии поддержат закон о пенсионной реформе во втором чтении. Кроме этого, по словам профильного замминистра, реформа позволит увеличить выплаты 9 миллионам пенсионеров. Кому и сколько платить, вычислять будут по формуле трудовой стаж плюс зарплата. Чем больше отработал и чем больше взносов заплатил, тем выше будет пенсия. Это касается и госслужащих, которых, к слову, лишат привилегии. Работающим пенсионерам выплаты, наоборот, обещают восстановить в полном объеме и упразднить 15-процентный налог. Больше 1 и 2 миллионов пенсионеров отримают подвышение больше тысячи гривен. Выграют тот, кто больше платил внести. Если человек имеет стаж 40 лет, она вышла на пенсию 10 лет назад, и она имела высокую заработную плату, она выграет наибольшее. Деньги на повышение пенсии есть, так утверждают в Минсоцполитике, поскольку якобы за 7 месяцев 2017 года поступления в госбюджет увеличились почти на 14 миллиардов гривен. Но часть парламентских аппетитационных сил сомневаются в том, что за счет такой суммы можно залатать дефицит пенсионного фонда и заявляют, что голосовать за пенсионную реформу во втором чтении они не будут. Наша фракция за это голосовать не будет. Мы категорически против такого подхода. Сегодня дефицит пенсионного фонда в стране 140 миллиардов. Это колоссальная цифра, которая никогда не была в истории Украины. Поэтому выхода здесь два. Ликвидировать дефицит пенсионного фонда можно за счет увеличения количества рабочих мест, то есть вернуть 5 миллионов трудовых мигрантов из-за границы. А второе увеличить среднюю зарплату по стране. По нашим расчетам это 10 тысяч. Тогда 20% от 10 тысяч это как раз 2000 гривен средняя пенсия, то что у нас есть. И нас ждут очередные сюрпризы в платежках за коммуналку. Президент подписал закон об обязательной установке общедомовых счетчиков тепла и воды. Как быть тем, у кого уже есть свой квартирный счетчик, и не придется ли им заплатить за своих соседей, разбиралась Любовь Кукла. Вот в этом доме Голосеевского района Киева стоят общедомовые счетчики тепла и воды. Поэтому местные радуются, ведь могут неплохо экономить на тарифах за коммуналку. Платить приходится ровно столько, сколько все жильцы использовали за месяц. Поэтому многие из них научились экономить. Людина сплачивает фактически за то, что она использовала. То есть раньше, знаете, открыв кран, и вода бежит сколько захочет, все равно там плачет какую-то количество. То сейчас люди уже будут понимать, что чистые зубы, открыла кран, намочила счетчику, и через некоторый час включила. Потому что это все стекают гроши. В Киеве таких домов 90%. В регионах ситуация иная. Но теперь, согласно подписанному президентом закону, в каждом многоквартирном доме должны стоять счетчики тепла и воды. Но в соцсетях уже разгорелся скандал. Часть людей уверена, что по новым правилам им придется платить не только за себя, а и за соседа. Все, кто установил в себе квартирные лечильники, воды или тепла, могут спокойно их выкинуть. От этого, по сути, ничего не поменяется. Потому что теперь эти квартирные прилады облика называют, признаны этим законом, не коммерциейными. По ним не будут проводиться рассчитывания. Впрочем, бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко утверждает обратное. По его словам, квартирные счетчики выбрасывать себе дороже. Платить за коммуналку по личному прибору учета украинцы будут, как и раньше. Правда, с небольшой поправкой. Разницу между показателями квартирного счетчика и общедомового разделят на всех жильцов. Но это, уверяет эксперт, сущие копейки. При условии, что в доме у всех жителей установлен личный прибор учета. Гораздо сложнее будет, если его нет. Если, предположим, половина дома имеет квартирные счетчики, а половина не имеет. Вот тогда им будет хуже. Потому что те, кто половину вот эту вот имеет, они заплатят реально по счетчикам, а все остальное ляжет на тех, кто не имеет. Поэтому всем Кучеренко настоятельно рекомендует обзавистись именно квартирными приборами учета. Правда, раскошелиться придется уже вдвойне. Ведь по новому закону за установку и обслуживание общедомового счетчика теперь придется заплатить из своего кармана. Любовь Кукла, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Над домом сотрудника ГПУ сбили беспилотник. Об этом на своей странице в соцсети написал член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко. По его словам, дрон вел съемку дома Владимира Бедрекивского, главы одного из департаментов ГПУ. Влетательный аппарат несколько раз стреляли. На территории, где расположен особняк чиновника, удалось зафиксировать два автомобиля. Лишь один из них, к слову, был отображен в его декларации. Ранее об имуществе Бедрекивского писали журналисты-расследователи. Кто стрелял в дрон, установит полиция. Гриценко уверяет, что съемку вели по просьбе генерального прокурора Юрия Луценко. На Донбассе участились обстрелы. Ранен один боец, а с наступлением темноты огонь обычно только усиливается, как говорят в Минобороны. Но сейчас, помимо обстрелов, появилась новая проблема. Из-за летнего зноя на передовой все чаще возникают пожары. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции военных под Красногоровкой. Окопы боевиков можно видеть невооруженным взглядом. Сейчас тихо, но тишина обманчива. В любой момент может начаться обстрел, как это было несколько дней назад. Происходили обстрелы. Происходили из тяжелого калибра. Стреляли по нам. Были из градов. Одиночными партизанами стреляли. Хоть же так же шли САУшки, 120-е минометы, 82-е минометы. Противники пытались также подходить. То есть во время обстрела они попытались зайти. Был бой. Как? Был бой. Вот. И удалось предотвратить. По позициям прямой наводкой бил танк. Бил и попадал. Вот что получилось два попадания танкам. Спасибо все живые и здоровые. Не было у нас раненых, не двухсотых на нашей позиции. Ну вот видите, что тут произошло. Я вижу, что дерев немало. Да, это поздно. Одно попадание вот пришел туда, выскочил. А вот это другое у нас. Это оно у нас выбило полностью все кущи. Военные рассказывают, их противник, опытный и опасный враг. Профессионалы. Метров 300 они подлазят, отбивают, они отходят. Это далеко не трактористы, потому что, ну, как бы, оно же видно, когда человек там день, два, три дня с автоматом, а когда человек всю жизнь воюет. Свои коррективы в характер войны вносит и жара. Последнюю неделю на Донбассе стоит жаркая, сухая погода, и очень часто боевые действия и обстрелы вызывают вот такие степные пожары. Из-за этого выгорают поля, посадки, а то и дома мирных жителей. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. США составляют план предоставления Украине летального оружия, в том числе и противотанковых ракет. Об этом сообщают сразу два американских издания, USA Today и Wall Street Journal. Вопрос о поставке оружия стал актуальным из-за подготовки России к масштабным военным учениям в сентябре. Во время этих маневров на границах Украины и НАТО будет сосредоточено большое количество российской бронетехники. Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о новых санкциях против России. Об этом сегодня заявил вице-президент США Майкл Пэнс. А вот в Германии надеются, что закон все же подписан не будет. Глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль назвал санкции незаконными, поскольку они предусматривают штрафы, в том числе и для европейских компаний, которые сотрудничают с «Газпромом» по строительству газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне заявляют о готовности вытеснить российский газ с европейского рынка. Но Германия в ответ заявляет, что ЕС вправе самостоятельно решать, с кем вести бизнес. Президентский указ о потере гражданства Михаилом Саакашвили опубликовали сегодня в СМИ. В документе, подписанном, как оказалось, еще 26 июля, помимо президента Грузии, фигурируют еще семь фамилий. Сам политик до сих пор находится в Соединенных Штатах. Там он провел пресс-конференцию по видеосвязи. О чем рассказал и что в его ближайших планах узнаем от Дмитрия Анопченко. Вашингтон без пробок и толп людей на улицах. Таким его увидишь редко. На 7 утра по местному времени, когда город еще только просыпается, Михаил Саакашвили назначил свою виртуальную пресс-конференцию. Он в американской столице, журналисты в столице украинской. Много камер, еще больше зрителей в Фейсбуке, где тоже организована трансляция. Онлайн почти тысячи человек. Основное, что спрашивают репортеры, что он собирается дальше делать. Ответ Саакашвили прибегать к защите США не намерен и обязательно вернется в Украину. Политик уверяет, юридических оснований для того, чтобы лишать его гражданства, нет. Любой нормальный суд пух и прах его разобьет. Никакого приговора не было. Украинская прокуратура официально отказывалась в письменном виде это признавать. Так о чем идет речь? На пресс-конференции Саакашвили уверяет, анкета для получения украинского гражданства, которую опубликовали, подделка. Там, дескать, не его подпись. Он готов судиться и говорит, у него нет амбиций, он не хочет быть президентом. А происходящее объясняет еще и тем, что большинство полетел в парламенте. Практически банкроты почувствовали конкуренцию, поэтому и решили его списать. Правящий класс меня не хочет видеть в Украине. В свое время они не хотели видеть Ющенко, поэтому его отравили. Они там посадили Юлю. Сейчас они меня не хотят видеть в Украине. Они хотят свой поле сделать политический. Они хотят, чтобы там был какой-то аферист Рабинович, что там был какой-нибудь Лешко, какой-нибудь там любой другой. Но не Саакашвили. На вопрос об обвинениях, которые против него выдвинуты в Грузии, Михаил Саакашвили отмахивается. Дескать, ничего серьезного. Обвиняют в растратах, за которые пытаются выдать покупку пиджаков до венка на похороны Васлова Гавила. И это дает ему основания говорить. В Штатах застрял ненадолго. Надеется, что скоро вернется. Не надо было меня не допускать в Украину, потому что я не знаю, как туда попасть. Это же полушутина. Но реально для меня, конечно, сердце болит. Я хочу домой. Я хочу домой. Все очень просто. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В то же время администрация президента отказалась обнародовать информацию о сохранении или лишении гражданства бывших чиновников, в частности, Наталья Ереська, Александра Квиташвили, Хатя Деканаидзе и Давида Саквирлидзе. Об этом АП сообщило издание «Украинские новыны». В администрации заявляют, что это конфиденциальные данные. Земля раздора не успел интернет остыть после новости о смотринах участка на острове в Карибском море народным депутатом Вадимом Рабиновичем, как его фамилия, вновь замелькала в СМИ. Теперь медийщики пишут, что коллега Рабиновича по партии «За життя» Евгений Мураев собирается расторгнуть с ним отношения. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Остров Сен-Барт в Карибском море. Настоящий рай для миллионеров. На прошлой неделе украинские и французские СМИ облетела новость, что в этом прекрасном уголке присматривает себе участок украинский нардеп. Один из лидеров партии «За життя» Вадим Рабинович. Встречался с владельцем земли, изучал план и даже поторговался. И вот спустя несколько дней в ряде украинских и российских СМИ появилась информация, что у лидеров партии «За життя» Евгения Мураева и Вадима Рабиновича появились разногласия. И причина не только нашумевшие карибские торги. Пишут, что Мураев в кругу однопартийцев прямо обвиняет коллегу в работе на власть. Об этом же говорят и в оппозиционном блоке. Все действия, которые на сегодняшний день ведет партия и возглавляемая, направлены действительно на раскол оппозиции. Главная цель – это разделить электорат оппозиционного блока, тех людей, которые настроены критически к власти, отделить их от оппозиционного блока. Нужно определяться для наших коллег с кем-то или во власти, или в оппозиции. Прогнозировать, когда же за життя заявят публики об окончательном расколе, эксперты пока не берутся, но утверждают, если события будут разворачиваться в том же направлении, заявление о разводе не за горами. Если дальше будет продолжать такая ситуация, что взаимные медиа войны, которые будут все-таки витрачать много ресурсов, которые никому не будут нужны, то есть верность отхода и верность отхода достаточно высокая. Партия «Лехайм» или «За життя» Она сконцентрувала в себе такую кількість фриків політичных, что ця концентрация фриків повинна рано чи пізно была ее розірвати еще до початку выборчей кампании. Тут, мне здається, что окрім фриковости, нічого іншого. Тобто немає, власне, идеологичного компонента. При этом оба участника политического конфликта старательно избегают всяческих официальных комментариев по поводу раскола внутри своей партии. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер». В Кропивницком сегодня был денежный дождь. Местные активисты организовали перформансы. Они принесли несколько десятков воздушных шаров, набитых банкнотами. Шары лопались, а купюры разлетались в различные стороны. Участники акции призвали местных депутатов обязать чиновников пользоваться системой «Прозорро» при покупках от 50 тысяч гривен. Активисты подписали петицию и передали ее прямо в канцелярию мэрии. Я напомню, в прошлом году вступил в силу закон, позволяющий обходить «Прозорро», если сумма закупок не превышает 200 тысяч гривен, а работ – полутора миллионов. Но на региональном уровне этот порог можно снижать, чего, собственно, и добиваются активисты. Цикульки символизуют можливости всех замовников заощадить на системе «Прозорро» эти деньги. Если они не заощадят, то эта возможность лопает, как цикульки. Мы выступаем за уменьшение этих порогов до 50 тысяч гривен, чтобы процедуры было больше конкурентных процедур. В Одессе лопнуло терпение у пенсионеров МВД, обычно довольно сдержанных. Их общежития после реформирования милиции перешли в ведение полиции. А люди при этом остались без каких-либо документов на проживание. О жизни на птичьих правах подробнее Андрей Анастасов. Ужасный запах, сырость и антисанитария. Подвал жилого здания затоплен нечистотами. Канализацию пару недель назад перекрыли из-за долгов. Идет руйнование этого здания. Никому до этого дела нет. Это общежитие МВД на улице Филатова. Рядом такое же. Люди подтверждают, действительно, уже полтора года не оплачивают услуги ЖКХ, потому что не знают, кому платить. Сформированная вместо милиции полиция приняла общежитие на свой баланс, а вот договоры с людьми на проживание заключать отказывается. Мы здесь не нужны. Здание хотят продать. На импровизированном митинге лишь пенсионеры МВД. Действующие сотрудники, дескать, боятся светиться на экране. Люди показывают вместо договоров, им присылают вот такие квитанции, просто распечатанные на принтере, и предлагают по ним оплачивать коммуналку. Вот эти бумаги не имеют юридической силы до тех пор, пока с нами не будут заключены договора. Какая организация мне прислала этот лист? Кроме того, ветераны МВД, участники боевых действий утверждают, из-за неразберихи с документами не могут воспользоваться льготами на оплату коммунальных услуг. Сергей Крикливый стал инвалидом второй группы в мае 2014 года. Во время уличных беспорядков в Одессе стоял в оцеплении с другими милиционерами. Забросали камнями, потерял сознание, без сознания забрали, в больницу доставили. И вот сейчас такое камня. Кому я нужен? Ради чего я там стоял? Скажите мне. В областном управлении полиции по-своему трактуют ситуацию. Жульцы указанных общежитий уклоняются от заключения договоров, но продолжают потреблять коммунальные услуги. В результате этого возникла большая задолженность перед рядом коммунальных предприятий города. Это более 900 тысяч гривен. Конфликт бывших сотрудников милиции с руководством нынешней полиции на этом, видимо, не исчерпан. Мы будем следить за его развитием. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. На улицах Львова появятся новые контейнеры для сбора, раздельного сбора мусора. Областная администрация закупила 1600 таких баков. Чиновники призывают горожан сортировать стекло, бумагу и пластик. Тогда эти отходы можно будет отправлять на переработку, а не на полигоны, чтобы у людей появился стимул выбрасывать мусор в разные корзины. Обещают снизить тарифы на его вывоз. Вот только когда не уточняют. Напомню, несколько месяцев назад контроль над мусорной проблемой в городе взяла на себя обл. администрация, после того, как подчиненные мэра Андрея Садового с этой задачей не справились. С 1 серпня мы восстановим систему раздельного сбора сметки в городе Львове, которая, на жаль, была запущена протягом трех лет и не работала. Сегодня нам пропрацованы все логистические схемы, как будет работать это раздельное сортирование. Ребенок на продажу. В Запорожье мать предлагала незнакомцам купить ее двухлетнего сына. Во сколько она его оценила и нашелся ли покупатель? Узнаем от Сергея Бордежа. Вы продали ребенка. Мы совершили преступление. Мы доставили на частью третьих, таких-то 49. Обменять двухлетнего малыша на 5000 долларов семья решила недалеко от дома, рядом с пивным ларьком. На сделку пришли всей семьей. И даже взяли с собой старшего, 10-летнего сына. После передачи денег 29-летнюю женщину и ее сожителя задержали. 22, 23, 24, 25. Полиции говорят, о продаже ребенка узнали от покупателя. Мать была готова дать младшего сына первому встречному. Просто на улице. Вона, может быть, пометила, что гражданка имеет деньги. То есть замужная родина. Поэтому и начала пропоновать скоять этот злочин. Как выяснилось, задержанные родители в Запорожье приехали из области в начале лета. И незаконно поселились вот в этом пустующем доме, говорят соседи. Вот так они и жили. Они тут все поворовали. Батареи, свет, все-все поворовали. Окна, все-все. В доме нет ни света, ни газа. В комнатах антисанитария. Соседи, говорят, не раз видели, как еду семья готовила на костре прямо во дворе. По поводу того, что дети поиспризорные, соседи обращались в полицию. Говорили, что родители лежат пьяные. Что дети представлены сами себе. Что надо обратить на них внимание. Но никто так не появлялся. В службе по защите прав детей тоже пеняют на полицию. Дескать, это они должны были отреагировать на обращение соседей и затем обратиться к ним. Теперь задача чиновников – найти родственников малышей. Ведь за попытку продажи ребенка матери-одиночке грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас дети в больнице под присмотром врачей. Их судьба пока не определена. За последние три месяца это уже вторая попытка продажи ребенка в Запорожье. В мае за новорожденную девочку семья просила 7 тысяч долларов. Дело сейчас в суде. Лина Зеленская, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности – телеканал «Интер» Запорожье. Резня в супермаркете Гамбурга – это теракт. Такова основная версия немецкой полиции. Атака, напомню, произошла в минувшую пятницу. Беженец из Палестины с ножом напал на посетителей сетевого магазина. Один человек погиб, и еще четверо были ранены. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Немецкая полиция разрабатывала две версии резни в супермаркете Гамбурга – теракт и психическое расстройство нападавшего. Определить основную силовикам помог сам задержанный. Ахмед А. несколько дней молчал, а потом признался. Он хотел стать смертником и надеялся, что его застрелят полицейские. Дело уже передано в федеральную прокуратуру. Мужчину обвиняют в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Исходя из имеющейся информации, мы можем предположить, что мотивом атаки был радикальный исламизм. Задержанный действовал самостоятельно. Немцев, впрочем, больше интересует вопрос, почему палестинца, которому отказали в убежище не только в Германии, но и в ряде других европейских государств, не выслали из страны. И предлагают не пускать беженцев без документов, которых потом сложно депортировать. Въезжать в страну должен человек, личность которого установлена. А то, что легче и быстрее въезжают люди без документов, это неправильно. Тем временем число беженцев, которые должны покинуть Германию, растет по последним данным. Депортации ожидают более 200 тысяч человек. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Польша намерена проигнорировать очередное требование Евросоюза, несмотря на то, что оно подкреплено решением Европейского суда. Речь идет о вырубке леса в Беловежской пуще. Как Брюссель намерен защищать один из старейших национальных парков Европы, знает Елена Абрамович. Древний лес, сохранившийся в первозданном виде. Тут есть деревья, которым 600 лет. Средний возраст 300. Беловежская пуща – одно из самых известных заповедных мест в мире. Находится под защитой ЮНЕСКО, а теперь и под ударом польских властей. Лес начали рубить такими темпами, что бить тревогу стали не только экологи, но и евроинституции. Еврокомиссия обратилась с иском в Европейский суд. В Брюсселе заверили, под вырубку попадают столетние деревья. Нарушаются законы о защите живой природы в ЕС. Суд приказал остановить вырубку до вынесения окончательного решения. Если Варшава проиграет суд, ей грозит штраф на сумму более 4 миллионов евро. Плюс 300 тысяч евро за каждый день игнорирования решения суда. Но временные меры Польша уже отказалась исполнять. В гослесничестве заверили – рубят лишь деревья, поврежденные жуками-караедами. Лесники обязаны выполнить план защитных мер с использованием инструментов, которые являются частью организации лесного хозяйства. Брюссель в ответ напомнил – Варшава, как член ЕС, обязана подчиняться Европейскому суду. Приказ выдан на основании статьи 39 статута Суда ЕС. Этот протокол согласованный и ратифицированный всеми государствами Союза, включая Польшу. Таким образом, все они обязаны соблюдать временные меры, предписанные судом. И это то, что мы ожидаем от Варшавы. В Министерстве окружающей среды Польши пообещали подготовить ответ на претензии Европейской комиссии к концу недели. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер. На каком языке говорит искусственный интеллект? Как отбиться от медведя? Мастер-класс от японского пенсионера. И сколько весит самое большое сердце в мире? Об этом и не только в нашем обзоре. Компания Facebook отключила свою систему искусственного интеллекта после того, как программисты обнаружили, что боты общаются в сети не на английском, а на своем непонятном языке. Его создал искусственный интеллект. Facebook отключил часть системы и перепрограммировал ботов снова для общения на английском. Ранее известный изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект – фундаментальная угроза для всего человечества. Самое большое сердце в мире показали на выставке в Торонто. Оно весит 200 килограммов и принадлежало синему киту. Останки животного нашли три года назад у берегов Ньюфаундленда. Огромное сердце биологи решили сохранить. Сначала его забальзамировали, а затем законсервировали и держали в вакуумной камере. Правило есть правило. В Алжире отстранили от работы пилотов пассажирского лайнера, позволивших поуправлять самолетом десятилетнему ребенку. В рамках проекта поддержки сирот экипаж провел экскурсию для мальчишки еще до вылета, а во время полета ребенка посадили за штурвал. Тем самым серьезно нарушили правила гражданской авиации. Кроме отстранения от работы пилотам грозит уголовное наказание. Грабитель уснул в чужом доме. Произошло это в австралийском городе Эсперанса. 36-летний преступник нашел в апартаментах бутылку дорогого шампанского и решил отпраздновать удачу. Но видимо не рассчитал силы и уснул в кровати. Когда хозяйка вернулась, то наткнулась на спящего незнакомца и вызвала полицию. Теперь он предстанет перед судом. Там же в Австралии пенсионерки из городка Малверн Ист сняли пародию на клип Бейонс. Говорят, немного потренировались и сразу станцевали как нужно. Таким образом, женщины выступают против сноса площадки для игры в боулс, традиционной английской игры в шары. Власти города хотят на этом месте построить стадион для нетбола. Бабульки против. Своим клипом хотят привлечь внимание к проблеме. В Японии пенсионер отбился в лесу от медведя. Зверь набросился на 68-летнего хирохита Миягаву, когда тот был в поле. Но, как оказалось, не на того напал. Миягава ранее работал тренером по карате и постоянно поддерживает физическую форму. Он нанес медведю несколько ударов ногами, животное отступило и убежало в горы. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин